Мы с вами возвращаемся. Начинаем вспоминать мы с вами цель. Помните, да? Всегда надо знать, какая цель у Сократа делала. Это разговор с товарищем. И кажется, это то, чему посвящен диалог. Это же не цель Сократа. Потому что если бы вы сказали, цель Сократа выяснить, что такой добродетель, диалог провален. Цель отомстить может? За что? Ты спрашиваешь, что это значит? Нет, нет. Цель отомстить от Оркевиада, это понятно. И Сократа ее уже исполнил. Но он исполнил ее для друга. Помните, товарищ и мы – это разные аудитории. Товарищ угадывает цель Сократа. Не правда ли? Выяснить его. А? Нет, это не имеет значения. Какова цель Сократа с точки зрения товарища? Та самая, от которой Сократ пытается отвести взгляд товарища. Нет, 309. Это прям мудрости прекрасно? Нет. 309. Прошу. Куда ты, Сократ? Впрочем, так ясно с охотой за красотой Оркевиада. С охотой за красотой Оркевиада. Итак, этот диалог, как нам сейчас кажется, опять всегда подчеркиваю, для вас сейчас кажется, целью Сократа в походе к Протагору было поохотиться на Оркевиада. Удачная ли эта охота сходу? Да. Почему? Потому что он ушел с ним. Оттуда мы ушли вместе. Да, все правильно. Мы знаем цель и знаем, что она исполнена. Осталось выяснить, как это произошло. Как именно Сократ охотится на Оркевиада. Вы помните из Оркевиада первого, что до этого момента Сократ просто ходил и смотрел, как мальчик Оркевиад играет с другими мальчиками, как он входит в школу и так далее, и так далее, и так далее. А теперь происходит нечто другое. Это нечто другое, охота, заканчивается беседой с Сократа и Оркевиада. Мы потом выясним даже, какой беседа. Ну, об этом потом. Хорошо, то есть цель Сократа, как нам кажется сейчас, в беседе с другом, отвадить друга от истинной цели. Охоте на Оркевиада. Однако внутри диалога Сократ ведь беседует не с Оркевиадом, а с Протагором. И значит, по отношению к Протагору у него тоже будет какая-то цель. Можете предположить, какая. Чем заканчивается беседа с Сократой и Протагором? Что Сократ советует Протагору и другим софистам делать? Хорошо, хорошо. Не будем спешить. Итак, расскажу с большой охотой. Теста действия. И еще буду благодарен, если вы мне выслушаете. Я ему тебе, если расскажешь. Так пусть благодарность будет обоюдной. И так слушай. Да, тут с носочкой, что это малопоговорка такая. И Сократ просто воспроизводит известный троп. Сократ готов рассказать, потому что для Сократа это принесет какую-то пользу. И они готовы послушать, потому что для них это тоже принесет какую-то пользу. И мы готовы почитать, потому что для нас это тоже принесет кое-какую пользу. Мы должны понять, какая это польза для них, какая это польза для Сократа и какая это польза для нас. Иными словами, какая теперь цель у Сократа по отношению к товарищам? Какая цель у Сократа по отношению к самому Сократу? И наконец, какая цель Платона по отношению к нам? Ну, если хотите, прямо Сократа по отношению к нам. Давайте с простого. Я понимаю, что она может снять. Да, естественно, естественно, конечно. Какая цель Сократа по отношению к товарищу теперь? Ты его услышал. Ну, они уже договорились, что он услышает. Ты его услышал? Нет, нет, нет. Он уже выведен на правильный путь. Беседа с Платогором. Развластить. Хорошо, хорошо, хорошо. Но он уже немножко развращён. Значит, его надо лечить. Чем же будет заключаться это лечение? Алки-виады. Нет, нет, нет. Подождите. Нет, нет, нет. Вы не теряйте алки-виада из виду, как маяк, но не зацикливайтесь на нём. Потому что вы не к маяку плывёте. Потому что если вы плывёте к маяку, куда вы плывёте? В скалу. Да, поэтому плывёте к маяку – это плохая идея. Но надо всегда его держать. Мы об этом поговорим. И потом у него всего три метода. Да, да. И мы знаем, что это за методы. И я покажу вам, как они работают. По крайней мере, попытаюсь, конечно, покажу это слишком высокобедно. Итак, какая цель у Сократа по отношению к собеседнику теперь? Что он будет говорить Гиппократу и что он будет говорить Протогору? Как диалог называется? Протогор софисты. Софисты. Что по поводу софистов будет говорить Сократ товарищу в этом диалоге? Этим диалогом? Вы думаете, товарища интересует? Он даже не знает, прибыл ли Протогор сюда. Он явно не интересант истины. Давайте, смотрите, кто ближе к товарищу? Протогор или Гиппократ? Гиппократ ближе. Ну, Гиппократ ближе. Хорошо. Потому что он афинянин и потому что он узнал о прибытии Протогора чуть позже. Разница только в том, что этот не узнал и не хочет, а тот узнал и хочет. Учиться у Протогора. Что Сократ говорит по поводу софистов Гиппократа? Ну, что он для их дизайна. Нет. Нет. Если вы это такое там прошли, нет, нет. Решающий момент. Они опасны, потому что они не знают, что они делают. Они как торговцы, помните? Они продают, но только непонятно что. И расхваливают то, что продают. Потому что дело торговца не знает, что он продает. Дело торговца продавать. Да помните, как дело врача лечить, а не зарабатывать деньги. Хорошо. Так вот дело торговца зарабатывает деньги, а не знает, что он продает. Сократ хочет объяснить товарищу угрозу, исходящую от софистов. Сократ хочет указать товарищу на проблему с софистами. А что Сократ делает в отношении к софистам? Зачем заканчивается этот диалог по отношению к софистам? Это литератический вопрос, вы не знаете, я знаю. Вы не помните, я помню. Он заканчивается советом софистам по поводу того, чему они должны учить. И как они этому должны учить. Соответственно, Сократ с одной стороны лечит софистов, делает их нормальными. С другой стороны лечит своего товарища. Мы уже понимаем примерно, почему товарищ нуждается в лечении. Мы увидим в дальнейшем конкретно. Важно, смотрите, город, товарищ, который представляет, он не очень осведомлен о софистах и о том, что они делают. Но передовая часть города, молодежь, лучшая часть, золотая молодежь, она уже осведомлена. И потому что она осведомлена, она возвращается. Софисты возвращают. Сократ с одной стороны пытается примирить софистов и город. Сказать, ну, это нормально, да? То есть это норма. С другой стороны пытается вылечить софистов. То есть заставить их учить не тому, чему они учат, а чему-то другому. Сократ по среднему. Но возникает вопрос, почему Сократу это надо? И тут же ответ, который мы увидим позднее более детально. Но все же город не отличает софистов от философов. И потому, если город выступит против софистов, город выступит против философов. Софисты не должны сейчас, софисты не должны подождать недовольство города. Но для этого и город должен знать, что они делают, и они должны знать, что они делают. Но ни город не знает, как вы видите, товарищ даже не понимает, что это за человек из-за беденита такой прекрасный. Ни софисты не понимают. Как Сократ скажет новым текстом, в беседе с Гиппокротом. Плёд пока не забегает. А город же и философов в итоге не принят. Конечно, конечно. Но это только начало. Вы говорите о самом конце. То есть это проваленная цель, вы хотите сказать. Недостижимая цель? Да, да. Но это не значит, что философ... В диалоге, внутри диалога. Внутри диалога? Внутри диалога, да. Но это не значит, что философ не должен пытаться достигнуть этой гармонии. То есть тот факт, что Сократ пытался и проиграл, доказывает нам, что конфликт философа и голода не разрешен. Не разрешен тем методом, который его пытается сделать Сократ. Но мы в самом начале пути, мы так решили. Мы решили начать сначала. И потому вначале Сократ еще оптимистичнее. Вы увидите, я же говорю вам, тут полно оптимизма по отношению к тому моменту, когда Сократ возвращается после поражения из-под Патибрии. И понимает, что все, что-то пошло не так. И что надо срочно что-то менять. И его философия меняется под влиянием. Прочтите Хармида. Он коротенький и Сократ много кричит там. Я думаю, что вы быстро увидите, что к чему. Хорошо. Достаточно. В минувшую ночь еще до рассвета Гиппократ сына Балатора Балатфасуна. Помните, да? Я уже говорил, повторюсь. Видимо, это для того, чтобы отличить его от того Павадора, который присутствует. То есть от того отца, который считает, что Сократ это норма. Что Сократа надо поддерживать. Помните, в ухологии Сократ говорит, есть отцы, которые не считают, что я возвращаю их в детей. И начинают перечислять имена. И дети рядышком. Ну, там Критон идет, Платон идет в первых рядах. Пара иностранцев. И среди них, собственно, Аполлодор. Но, видимо, это не тот Аполлодор. Итак, стал стучать изо всех сил ко мне в дверь палкой. И когда ему отворили, ворвался в дом и громким голосом спросил. Смотрите внимательно, что это говорит вам о Гиппократе сразу. Еще ночь до рассвета. Он не стучится тихо, он стучится палкой. Он не врывается, не заходит и начинает тихо-тихо беседовать. Все же спят. Он начинает кричать и громким голосом спросил. Сократ проснулся, ты и не спишь. Классический вопрос. Да, ты еще спишь? Или ты уже спишь? Что в первую очередь нас интересует здесь? Ночь. Темно. Все спят. Он спит один, вы увидите. Кто начинает делать это? Хорошее предположение. Кто начинает, да, да. И какая, соответственно, цель у Сократа будет тогда? Уменьшусь. Да, 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 да. Но что это нам показывает? Что философия доступна всегда. Гиппократ врывается ночью. В дом, к постели Сократа, в максимально приватную обстановку. Философия доступна даже в своей приватности. Она доступна для всех. Она открыта, давайте не доступна, она открыта для всех. В любое время суток. Когда они придут к протогору, Евнуху ворот скажет, идите к счету. Философия. Смотрите, подождите. И окажется, что противоположность софистики. Софистика доступна не для всех. Гиппократ должен заплатить. Их еще должны пустить в этот дом. А Евнух не хочет их пускать в этот дом. И беседа эта происходит днем при других людях. Смотрите, может зайти свободно ночью в постель один на один. Не может зайти свободно днем прилюдно. Философия и софистика оказываются противопоставлены друг другу. Разница на самом деле заключается не в этом. Да, софистика открыта не для всех. А философия открыта для всех. Но философия недоступна для всех. Это то, что мы тут спросим. Да? Сформулируйте. Ну, мы же потом в конце, когда Сократа будут убивать, смотрим, что он приходит к тому, что философия не для всех. Мы знаем это с самого начала, когда я говорил вам о Бодиссеи. Вот. Открыто и доступны это разные вещи. То есть каждый может прийти к Сократу и что-то спросить. Но это не значит, что он станет философом или станет лучше. Более того, это не значит, что Сократ ответит ему по делу, возвращаемся к сенофонту. Хорошее дело хорошего гражданина, помогать хорошим людям. Плохим помогать не надо. И ранжирование внутри листа или внутри сегмента хороших людей, оно тоже предполагает, что разной хорошести людям надо по-разному помогать. Соответственно, мы предполагаем, что Гиппократу Сократ поможет. Поможет что сделать? Нет, это не помощь. Смотрите, если бы он хотел просто помочь ему отвезти к Протагору, он бы его отвел и ушел оттуда. А не стал бы спорить с Протагором. Возможно, покажете ему, кто такие софисты Капиевские? Вот. Почему Гиппократ... Ну, кто такой философ, он не покажет. Он покажет, кто такие софисты. Почему Гиппократ нуждается в этом? Потому что он не является правительством. Нет, он еще не знает о существовании философов. Подождите. Мы об этом говорим, потому что он развращен. Он знает, что софисты учат чему-то, что позволит ему занять политическую должность. Он не знает, чему. А это значит, что он готов научиться чему угодно. То есть, грубо говоря, если бы Протагор учил травить своих политических противников, именно этому бы и научился Гиппократ. Я говорю травить, а вы можете подразумевать, например, клеветать. Почему нет? Или классические и софистические вопросы типа «Уважаемая Екатерина Дмитриевна, когда вы перестали бить свою мать?» Ответить на этот вопрос нельзя. Либо перестал недавно, либо давно. Я уже давно этого не делал. То есть, Гиппократ готов к этому. Гиппократ знает, что софисты успешны. И он идет к самому успешному из них и потому к самому джорогому. Сократ отваживает его от этого дела. Сначала отваживает, говорят, и не знают, кто такие софисты. Потом отваживает, показывает, что Протагор тоже не знает, кто такие софисты. Или, по крайней мере, чем они занимаются. Хорошо. Конечно, 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 конечно. Из-за этого, во-первых, философия и софистика противопоставлены. И философ хочет избавиться от софистов. Из-за этого и по некоторым другим причинам, о которых мы сейчас поговорим тогда, ладно. И потому что, да, 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 да. Но заметьте, софистом тоже может стать не каждый. По крайней мере, Гиппократ не собирается стать софистом. Он хочет научиться. Да, да, да. И Протагор не все хочет. Он учит только мужчин. А не. Об этом тоже поговорим. Но дело в другом. Дело в том, что Протагора не интересует уровень пришедшего к нему человека. Что интересует Протагора? Деньги. Деньги. И тут мы переходим к нескольким моментам. Момент номер один, который меня интересует. Минон. Минон 91-D. Это разговор, между прочим, с обвинителем, с Анитом. Что ты говоришь, Анит? Значит, они единственные из тех, кто утверждает, что могут сделать людям добро. Настолько отличаются от остальных, что не только они приносят пользы, как прочие, но и совсем наоборот. Губят тех, кого им отдали. Лечь о софистах, конечно. Ну, заметьте, Анит уже тогда недоволен софистами. И за это еще открыто берут деньги. Уж не знаю, как тебе поверить. Я, например, знаю, что один Протагор этой мудростью нажил больше денег, чем Фиди, создавший такие славные, красивые вещи. И еще десять воятелей в предательстве. Ну, Фиди тоже воятели. Почему? Значит, всегда обращайте внимание на примеры. Почему воятели? Фиди, это не тот переговор, который... О, надо, надо, надо. Я не могу вам что-то сходу ответить. Можете зайти в Википедию, да? Он, наверное, что-то создавал, раз он воярит. Нет, понятно, что он статуи создает. Скульптор, скульптор. А если воярит, то, наверное, это неубежительное отношение? Близко, но мимо. Что такое скульптура? Тело человека. Нет, я имею в виду скульптуру как искусство. Вид искусства. Ну, хорошо, вид искусства. Это тот ответ, который я засчитывал. Да, это вид искусства. Чем занимается искусство в данном случае? То есть это искусство не в смысле искусства, там, кузнечного дела или какого-то, а в смысле художественного искусства. То, что мы сейчас называем художественным искусством. Отлично. Чем занимается художественное искусство? Сейчас, подожди, нашли видео? Да. Ну, переклад, отлично. Итак, чем занимается художественное искусство целиком? Прекрасно. Создает прекрасно. Назовите мне виды художественного искусства. Помимо скульптуры. И изобразительного искусства. И изобразительного искусства. Архитектуры нет. Музыка. Ну, этого достаточно более чем. Остановимся на скульптуре и изобразительном искусстве. Ответьте мне, чем они занимаются? Да. Они копируют реальность. Да, помните диалог софист? Софист – это копирователь. Софист – это подражатель. Искусство Фидия – подражательное искусство. Именно поэтому оно сравнивается с софистикой. Софист не создает, он подражает. Точно так же, как и Фидия. Чудеса-то рассказывает Шанит. Если те, что чинят вторую обувь или латают плащик, и 30 дней не могли бы незаметно для всех возвращать эту обувь или плащик худшим, чем брали их Фидии. И следующее, смотрите, следующие примеры уже не с воятельным искусством. Следующие примеры… Починкой. Да, ну как это называется? Швейным искусством. Да, швейным и обувным искусством. В виде «И немедленно померли бы с голоду, когда бы так поступали, как бы мог протокол больше 40 лет незаметно для всей лады портить тех, кто с ними науделом и отпускать их назад худшими, чем принял». Да, как это возможно? Если бы сапожник или портной выдавали бы вам сапоги или плащи в более худшем виде, чем бы их сдали, был бы скандал. Но протокол выдавал юношей обратно в более худшем виде, чем брал. 40 лет к ряду, и никто не возникал. Ну, дочитайте. Сейчас мы это обсудим. Дочитайте. Умер он, по-моему, лет 70 и лет 40 занимался своим искусством. И все это время не покидал его добрая слава, которая живет до нынешнего дня. Да и ни одного протогора, но и многих других тоже. И тех, кто родился раньше него, и тех, кто и сейчас живет. Достаточно. А, нет, дочитайте, дочитайте. Это хорошо. Как же мы скажем, исходя из твоих слов, намеренно они обманывают и губят юношей или делают это, сами того не знают. И не признаем ли мы так безумными тех, кого некоторые провозглашают мудрейшими из людей? Мудрейшими из людей, да. Запомните эти две строчки. Сейчас мы к ним обратимся. Но сначала важное. 40 лет. Смотрите, протокол умер в 70. Кто еще умер в 70? Сократ умер в 70. Видите? 40 лет возвращал молодежь. Возвращал юношей в более худшем состоянии, чем брал. И никто этого не замечал. Почему? Сократ отводит Анита апелляцией к популярности. Все так делают. Все согласны, что он не возвращал. Чего ты лезешь? Это не аргумент. Это софистика. Каков аргумент для нас с вами? Если отцы принимали назад возвращенных юношей, не видя их возвращения, значит возвращены были уже и сами отцы. Если все больны, никто не будет. Помните это. И вернемся, да, и вернемся сейчас к апологии уже, не к протоколу. Как забавная традиция, Сократ не получается. Конечно, конечно, конечно. Только он это делал, и никто не замечал, а Сократа заметили, да. Причем заметил кто? Анит. Только что обвинивший протоколию сатистов в том, что они возвращают молодежь. Заметьте, Сократ согласен с Анитом. Протоколы возвращают молодежь. Но только не здесь, не в этом отрывке. Согласен с протоколией. У меня вопрос. Да, конечно. Если софистика – это копировальное искусство. Подражание, да. Подражание. То почему здесь идет сравнение с вашим матерством? Вот, вот, вот. Значит, идет сравнение с копированием. Это то, чем оно занимается. А вторая часть искусства, какая софистика-то? Чем занимается софист? А ученики делать. Чем занимается софист? Зарабатывать деньги. Конечно, он торгаш. Фиди – не торгаш. Художник Пикассо – не торгаш. Софист – это еще и торгаш. И в первую очередь торгаш. Отсюда вот такой, как мне кажется, хороший пример. Сократ противопоставляет себя софистам в апологии. И мы должны знать, как именно. Апологию страница 88-19. Сократ объясняет нам, чем он отличается от софистов. То есть, заметьте, Сократ признает, что этот огонь был максимально успешным, как софист. Всех обманул, заработал больше, чем 10 скульпторов вместе взятых и умер счастливо. Но уже прожил 70 лет и счастливо умер. Успех. Простите друг друга. Погнал ли кто из вас когда-нибудь, чтобы я хоть что-то говорила о подобных вещах? И тогда вы узнаете, что столь несправедливо и все остальное. Первое, чем отличает себя от софистов Сократ – физика. Я не занимаюсь, не расследую вещи под небом и небесные явления. Мы знаем, что это ложь. Алистофан, это хорошо, но мы же не трогаем сейчас Алистофана, трогаем Платона. Открывайте Фидона. Там прям текстом читал Гераклита, верил Гераклиту, верил в них. Потом бросил. Ничего такого не было. А если вы слышали от кого-нибудь, будто я берусь воспитывать людей и зарабатываю этим деньги, так это тоже неправда. Достаточно. Второе опровержение против софистов. Я не беру деньги. Почему не брание денег так важно? Почему Гиппократ смущается, когда Сократ его спрашивает, если ты учишь его софиста, получается, ты хочешь стать софистом? И Гиппократ краснеет. Об этом сейчас поговорим, но он тоже хочет денег. Не, не, не. Он краснеет не потому, что хочет денег, он краснеет потому, что быть софистом постыдно. Почему быть софистом постыдно? Быть софистом постыдно не в принципе. Быть софистом, то есть смотрите, есть из помойки не стыдно в принципе. Есть из помойки стыдно, если вы не нищий. Если вы особо принадлежите к особому обществу. Или, например, там, я не знаю, пить из горла не стыдно, если только мы не находимся, да, я не дворянин по происхождению, тогда уже не надо пить из горла, а так это не работает. Так же и тут, быть софистом не стыдно, только если ты не Гиппократ, богатый, родовитый юноша. Гиппократ не может быть софистом, почему богатым и родовитым юношей нельзя быть софистом? Почему это стыдно? Что, это им стыдно зарабатывать деньги? Объясните, почему тогда. Это хороший ответ, но объясните, почему. Деньги – это не ответ, они и так будут зарабатывать деньги, то есть доход будет. А может это с этими искусствами связано, которыми хорошо заниматься и плохо заниматься? Отлично, а какими искусствами хорошо заниматься? Ну экономика – это не искусство. Нельзя, а чем еще нельзя? Торговлей можно? Нельзя. Скульптуры можно? Рисование, там вот этим всем. Нельзя, потому что вообще нельзя работать. Свободный человек – это в греческом очень близкие слова. Свободный человек и свободное время, связанное напрямую. Если ты работаешь, у тебя нет свободного времени. Если у тебя нет свободного времени, ты не свободен. Ты раб. Протогор – это учитель. Если хотите, да, давайте пойдем в такой параллель. Это педагог. Знаете, кто такой педагог? Который водит детей. Ну, не который водит, а кто, который водит? Кто это? Ну, раб. Раб, конечно, конечно, это раб. Приличный, свободный человек не может быть софистом. Вы тогда автоматически спросите, кем же был Протогор, раз он стал софистом. Ответ находится в диагине Лаэрции Протогора. Он был носильщиком. Ему увидел Демокрит и заприметил, как Протогор рационально складывает свой вес. И решил сделать его своим учеником. И понеслась. Итак, Сократ... Кого? Протогора? Потому что Демокрит не был софистом. Он был натурфилософом. То, что мы сейчас называем натурфилософией. Он был атомистом. Еще раз. Софист – это придумка Протогора, потому что он первый стал учить за деньги. Это Протогор какой-то спартанец получается. В смысле спартанец? Не хватит. Вообще не в средний день хватит. Про спартанцев мы еще поговорим. Сократ же будет сыр для себя. То есть, смотрите, даже имя Протогор, говорящая, потому что она буквально означает первый говорящий, первый высказывающийся. То есть, он первым это сделал. И потому такой успешный. И потому столько лет... Но он объяснит нам, почему он такой успешный. Итак, Сократ не учит физики. Протогор тоже не учит физики. Сократ не берет деньги. То есть, он не становится учителем. Хорошо. И последнее отличие, которое нас интересует. Хотя, по-моему, это дело хорошее, если кто способен воспитывать людей, как например... И дальше идут примеры софистов. Леонтид Коргий, Киосец Продик, Ириц Гиппин. Обращайте внимание на важнейшие вещи. Кто в центре? Продик. Да, мы увидим, что это любимый софист Сократа. Кто все эти люди? Софисты. Ответ софисты и ответ иноземцы. Смотрите, он специально представляет каждому из них город. Леонтидский, Киосец и Леонтидец. Они все не местные. Они все понаехавшие. В том смысле, что софист это странствующий учитель. Это непривязанный учитель. Непривязанный к конкретной территории. А значит, он не может быть кем? Пожнейший. Гражданином понятно. Нет, он гражданин своего города. В чужом городе не может быть гражданином. Это тоже понятно. Кем он не может быть, самое важное. Вот он пришел в Афины. Кем он не может быть? Ну, афинянином точно это понятно. Нет, может с собой привезти. Это понятно, потому что он не гражданин. Он не может быть патриотом. Он не может быть патриотом Афин. Хотя он как бы сидит в Афинах И зарабатывает свои деньги в Афинах Это проблема, из-за которой город Подозрительно начнет относиться к софистам Мы же, по-моему, извините Да, конечно В прошлом году тоже обсуждали, что вообще Из-за патриотизма Не-не-не, подождите Но даже если Мы включим сюда наше обсуждение патриотизма С точки зрения города Как не разбирающегося в философии Патриотизм существует И он заключает в себе буквально Любовь к родине Софист не может любить свою родину Потому что у него нет родины Для дальнейшего исследования этого вопроса Я отсылаю вас к Гейрону Ксенофонта Где в беседе с Гейроном Поэт Симонин Прямо опишет все плюсы этого дела Если не хотите туда Отсылаю вас к меморобилии Ксенофонта Где Сократ беседует с Антисфеном Увидите, кто такой Антисфен? Ученик Сократа и основатель генеризма Антисфен говорит Я не хочу заниматься политикой Я не хочу быть патриотом Потому что у меня другие дела У меня другие задачи То есть смотрите Какой до этого был луч у человека Либо ты занимаешься политикой Либо ты рад Антисфен говорит Я хочу третью позицию занять Но об этом вообще отдельно Надо говорить Таким образом Сократ отделяет себя Город С подозрением относится к Соксофистам Потому что они не могут быть патриотами города Сократ напротив Местный И конечно же Он может быть с точки зрения города Патриотом города Другое дело Что с нашей точки зрения Он не может быть патриотом Опять же Герон Опять же Антисфен Уксенофон Свободное время Патриотизм Это гражданские вещи же Политические напрямую Единственное, что здесь Не политического Это физика Физис природы Исследование природы Но плюс-то в том, что Сократ как раз Отвернулся от исследования природы А кто еще Отвернулся от исследования природы Из присутствующих Из присутствующих протаголий Софистов Кто присутствует в протаголии софистов? Гиппий и протагол Гиппий чем занимается? Город А? Город Нет, это Город Если мы дочитаем Вы уверите, что Гиппий Как раз таки смотрит на небо Обсуждает астрономические вопросы? На прозе Сократ очень красиво говорит Я не слышу Из-за того, что Продик укутан одеялом Я не слышу, что он говорит Его низкий голос Резонирует И я не слышу, что он говорит Об этом поговорим отдельно Но Продик занимается языками Помните, Сократ все время говорит Ну Продик, пожалуйста, только не надо говорить Что доброе и хорошее Это разные вещи Или что страшное И пугающее Это разные вещи Давай мы это опустим Продик занимается языками Поэтому он похож на Сократа То есть он тоже выясняет, что такое смелость Но не в плане того, что мы по ней подразумеваем А в плане того, что это слово значит Хорошо Продагон занимается Фьюзисом Нет Боги и Фьюзис Это совершенно разные вещи Боги и природа Природа возникает именно в противопоставлении Конвенции В противопоставлении Демокрит Помните, Демокрит Да Таким образом Сократ и Продагон снова сходятся вместе Разница между Сократом и Продагоном состоит ровно в том, что Сократ местный И он не берет денег Более того, он как бы еще и не учит никакую молодежь Хотя мы видим, что учит А Продагон не местный И берет Хотя оба они занимаются именно вопросами жизни в обществе Хорошо Есть вопросы у вас по поводу отличия? Софисты от философа и положение их В этом смысле Хорошо Про Продагон интересно До Продагон дойдем еще А что вам интересно про Продагон? Я думаю, почему они дадут эти Софисты так Это сложно Но я одно уже указал всходство Они оба изучают вопрос, что такое Оба ставят вопрос, что такое Но Продагон на него отвечает, а Сократ нет Чувствуете разницу Итак, Гиппократ Богатый, юноша, родовитый Какое свойство, как мы теперь видим, у Гиппократа есть? Спросите еще раз, минувшую ночь Минувшую ночь еще до рассвета Гиппократ, сына Паладора, брат Фассона Вдруг стал стучать изо всех сил Каме в дверь, палка И когда ему отворили, порвался в дом С громким голосом Итак, каков Гиппократ как человек Судя по этому поступку Да, не так, но он молодой То есть он как бы импульсивный Давайте вот так его назовем Импульсивный Он прибежал, он расскажет нам, что он прямо из дома сюда прибежал Трясся весь Ночь не спал, думал, как бы сюда поскорее прибежать Потому что надо бежать к Продагону Что мы замечаем Дверь Вспоминайте Алистофана Пят Стучится в дверь мысликов Мыслиния Кто ему отворяет? Ученик Ученик Хорошо Сократ и Гиппократ стучатся в дверь Доккалия Кто им отворяет? Евнук Они стучатся к агафону Кто им отворяет? Мальчик Рав Помните, мы это обсуждали Кто-то все время выступает превратником Сократ не объясняет, кто выступает превратником у него Дверь отворили Кто-то это сделал Это сделал не лично Сократ Вход в философию Подход к философу Не происходит напрямую Он происходит через кого-то И мы не знаем Сократ уточняет, кто это кто-то Ну как? Мы знаем, кто это кто-то Кто это? Через кого мы обращаемся к Сократу? Конечно, Платон Платон Мы же его дело читаем То есть доступ к философии всегда открыт Но он не прямой Сахистика тоже не прямой Что удивительно Но там понятно, почему Вы должны пройти фейс-контроль Да, надо показать, что ты с деньгами Сократ, проснулся ты или спишь? Ага, значит, и задает бестактный вопрос А я, узнав его голос, сказал Заметьте Это то, о чем мы до этого говорили Тот факт, что диалог нарративный Позволяет Сократу делать ремарки А я, услышав его голос, сказал Он узнает Гиппократа по голосу Темно Он не видит, кто ворвался в его дом Это Гиппократ Уж не принесли какую новость? Он узнает его по голосу И всем в доме сообщает Что не надо бояться Это не пришли нас убивать Это Гиппократ Но Если к вам в дом стучит и врывается человек И будит вас Какую новость вы ждете? Что-то Конечно Что-то пошло не так Что-то где-то страшное Принес, отвечал Но только хорошее И Гиппократ понимает, что так себя вести бестактно Он говорит, не-не-не-не Я, конечно, все это сделал, но новость хорошая Ладно, коли так Но какая же это новость, ради которой ты явился в такую рань Что-то Гиппократ подойдет поближе, сказал Протогор приехал Позавчера еще, сказал я Остановимся Гиппократ подходит ближе Почему? Потому что это не просто новость Это новость, связанная с философией И поэтому он может подойти ближе Он становится ближе к Сократу И говорит, Протогор приехал Позавчера еще, сказал я А ты только теперь узнал Отлично И Сократ ему отвечает Что вообще-то Сократ уже знает, что Протогор приехал Помните, иерархия знания Я знаю сразу Ты знаешь на следующий день Товарищ Гиппократ знает на следующий день Товарищ знает Позавчера уже А так это же ночь следующего дня уже То есть это как бы раннее утро Клинись погами Только вчера вечером Только вчера вечером И с этими словами Ощупавши кровать Гиппократ сел у меня на ногах Сократ добавляет деталь О том Повторяет нам Темно Гиппократ ничему не видит Настолько еще ночь То есть понятно, что часов нет Нельзя сказать И в 12-30 Там он прибежал Нет Темно И следующий шаг Если Гиппократ Ощупавши кровать Где Гиппократ находится? В спальне В спальне Сократа Конечно Более приватного места Чем ваш будуар Не существует Но философ доступен Не только у себя дома А даже в собственной спальне Да Только вчера Еще раз Почему Гиппократ может подвинуться Теперь еще раз Это же указание На то, чтобы он Еще ближе стал Он становится ближе К чему? К философии Первый раз Когда он становится Ближе к философии Что это? Новость о том Что приехал протагон Какая следующая новость Спрашиваем мы себя Может быть Которая должна сделать Его еще ближе К философии? Не-не-не Сейчас он только Ее сообщит Очевидно Что эта новость Заключается в том Что? Ну да Да, что Гиппократ хочет-то? А, учиться Учиться То есть он не просто говорит Протагон приехал Пойдем посмотрим А Протагон приехал Отведи меня Я хочу учиться То есть он становится Еще на шаг Ближе к философии Но, конечно Философом не становится Да, только вчера Очень поздно Когда я пришел Из ИНО Ведь слуга мой Сайкир сбежал Опять Слуга Кто? Рап Рап Чем занимался Гиппократ В тот день Когда приехал Протагон Гонялся за беглым рабом Во-первых Тот факт Что раб сбегает Что-то говорит о его хозяине Потому что обычно Они не бегут Это не та культура То есть бегут Только тогда Когда уже невозможно терпеть Или когда Какие-то свои причины И второе Что куда интересней Лично За рабами Они тоже не бегают Это не дело господина Искать собственного раба Это дело Либо нанятых им людей Либо магистратов Либо еще кого-то А? Других Хорошая возможность Тоже, да Хорошая возможность Но Гиппократ Бежит за ним сам То есть он делает что-то Нет, смотрите Что он делает Соответственно Он делает что-то Что не свойственно Человеку его положения Человеку его положения Не свойственно Научиться у софистов Он делает это Собирается это сделать Человеку его положение Не свойственно Бегать за рабами Но он это делает И значит он По отношению К тому О чем мы все время То, что мы все время Должны его держать Было И он здоров Он развращен Конечно Он тоже развращен Он тоже нецелостен Он тоже нездоров Я была Хотела сказать тебе Что собираюсь Спокойно за ним Да почему ты забыл Да И естественно Импульсивность его Предполагается В этом То есть он хотел Но забыл А как пришел я к себе Мы по ужине И уже собирались На покой Но вдруг брат Говорит мне Что приехал Протогон Чего Не говорит нам Гиппократ Не брат Не-не-не Мы знаем Фасон его зовут Нет Это хороший Ну нет Поймал Вот А он поймал Потому что с этого История началась Я побежал за рабом Хотел тебе сказать Но забыл Он торопится Он глотает Целые мысли Догнал ли он Раба Или нет Это важно Успешен ли он В своих предприятиях Или нет Но он ничего По этому поводу Не говорит А сразу Скачет дальше Мы поужинали Я собрался Было спать Но вдруг Заметьте вдруг Значит брат Примерно такой же Вдруг Брат говорит мне Что приехал Протогон Я хотел тот час К тебе идти Потом показал Мне Что слишком уж Поздний час Ночью Да Хотел Но понял Что бестакность А лишь только Выспался После такой усталости Как сейчас Встал И пошел сюда Да То есть Не как только Сцвело Не как только Можно идти А как только Я выспался После такой усталости То есть После того Как побегал За рабом Пошел Немедленно сюда Достаточно Я Зная его мужество И пылкость Сказал Сократ Дает классификацию Сократ Описывает нам Качество Гиппократа Решающие качества Гиппократа Мужество И то что мы назвали Как мы это назвали Импульсивность Да Спонтанность Или импульсивность Но пылкость Не очень хорошее слово Гиппократ Мужественен И вы должны Это запомнить Потому что К этому Придется вернуться Помните Что Сократ говорит По поводу Мужества и мудрости А? Они несовместимы Они одно и то же Мужество и знания Одно и то же Мужество и мудрость Одно и то же Но Гиппократ Не описан Как мудрый Гиппократ Описан просто Как мужественный А тот факт Что Гиппократ делает Показывает Что не мудрый вообще Ну и то что мы Сейчас увидим Услышим от Гиппократа По поводу того Кто тоже такие софисты Что важно здесь Почему Гиппократ Бежит к Сократу С просьбой Познакомь меня с Протагором Я хочу у него учиться А не бежит к Сократу С просьбой Ты меня можешь научить Почему Гиппократ Идет учиться К софисту А не к философу С просьбой У нас для чего Тогда зачем Идти учиться К протаголу Если можно Учиться К Сократу Бесплатно Ну потому что Это будет Известный Успешно Известный Хороший Виллиант Ответ Софистика Закон Ну да Он не понимает Он недостаточно мудр Вы это хотите Рассказать Хорошо Но мы этого Еще не знаем Еще не совсем Мы знаем Что он Мужественный И пылкий И узнаем Кое-что Еще потом И мы узнаем Что точно таким же Является Плотагор Помните Плотагор Скажет Я первый Кто Решился Не бояться И не прятаться Мужество И жажда Плотчестей Объединяет Плотагора И юношество Именно поэтому Юноши Тянутся к Плотагору Он такой же Как они И они не тянутся К Сократу Потому что Сократ не хочет Плотчестей Явно никаких Этот нищий Уродливый старик Ну не может Никаких почестей Иметь Подождите Подождите И Б Он не может Чего Он никакой Ну смотрите Нет Это я уже сказал Это я уже сказал Еще раз Юношество И Плотагора Объединяет Мужество И жажда Почестей Сократ точно Не демонстрирует Жажду Почестей И он не демонстрирует Мужество Конечно И он не мужественный И это проблема Вы говорите Мне Потом Обязательно Юноши К нему потянутся Из апологии Мы это знаем Что потянутся Но почему Они потянутся В частности Потому что Он победил Плотогора Это же Публичный спор Там все Присутствовали Все юношество Вся золотая Малорежь И Сократ Его побеждает Сократ Доставляет Его замолчать Естественно Они Алкивиат Крити И прочие Хотят идти В таком случае За Сократом Именно поэтому Важно Что это Первый диалог Первый выход Сократа в свет Этот выход Оканчивается Триумфом Плотогор Скидывает руки Вверх Все хватит Замолчи Мы еще увидим это Но Плотогора И юношество Определяет Молодежь Объединяет И кое-что еще Спросите А он улыбнувшись А он улыбнувшись Достаточно И следующий шаг Который Меня будет Интересовать Страничка 201 312 А Гиппократ Покраснел Стыд Будет Объединять Его И Молодежь Протогора Отсылки К стыду Протогора И боязнь Стыда Это 333 С 348 С 349 Б 350 Б 352 С 359 Е Смотрите Как много Стыда Нет Речь идет Только о Протогоре Протогор Боится Стыда Он такой же Если хотите Тщеславный Да Стремящийся К славе Как и Гиппократ И напротив Сократ Не такой Сократу Ничего не стыдно И это Отделяет Его От Юношества И снова Угадайте Какими Станут Юноши После Общения С Сократом И кто же Будет Номер Один В этом Списке Хорошо Еще раз Простите Улыбнувшись Отлично Это Снова Ремарка Сократа Которая Нас Интересует Гиппократ Пройдет Ровно ту же Эволюцию Короткую Эволюцию Которую Пайтон Пройдет Протагор Мы уже Прошли Улыбнувшись Прошли На странице 200 Гиппократ Покраснел И осталось Прочесть Последнее 201 313 С Гиппократ Выслушав Сказал Гиппократ Смеется Над Сократом Потом Краснеет А потом Начинает Его слушать То же Самое Будет И с Протагором Сократ Обращает Их стыд Против Них Самих Стыд Заставляет Их Начинать Прислушиваться К Сократу Что Гиппократа Что Протагора Протагор Будет Чуть Умнее Но Он Не Двинется Дальше Чем Гиппократ В этом Смысле То есть Ему Не Удастся Избежать Стыда С чем Связан Этот Стыд В случае С Гиппократом И с Протагором С Гиппократом С чем Он связан Давайте Он не желает Заниматься Софистикой Он Желает Учиться У Софиста Сократ Спрашивает Его А кем Ты тогда Станешь Научившись У Софиста И Гиппократ Краснеет Потому что Он тогда Станет Софистом Что Постыдно Да Что Постыдно Таким С чем Связан Стыд Гиппократа С незнанием Того Что Делают Софисты Он не знает Что в результате Обучения С ним Станет И это Его Студит И то же Самое Происходит И с Протагором Незнание Постыдно Сократ Связывает Стыд И незнание Вместе Почему Потому что Та целевая Аудитория Которая Облащается Ненавидит Стыд Понимаете Эту мысль Или нет Целевая Аудитория Ненавидит Стыд В плане Юноши Да Богатые Родовитые Юноши Боятся Стыда Они стремятся К чести Но боятся Стыда Сократ Не может Сократ Не является Немужественным Нечистолюбивым Но он Способен Их Престыдить Иными словами Тактика Обучения Это тактика Кнута И пленника Какой Из двух Инструментов Применяет Сократ Кнут По крайней мере По отношению К гиппократу И протаголу Может быть Они не заслуживают Применника Просто Сложно Надо разбираться Надо разбираться До этого Дойдем еще Я вам скажу Я думаю Когда Сократ Понимает Что Эта тактика Работает Он понимает Это Как он говорит Сам в Апологии Пожалуйста 90-я страница 22 Даже 21 С Долго Не доумевал Я что же Бог хотел сказать Потом весьма Неохотно Прибегну К такому Способу Решения Пошел я К одному Из тех Людей Которые Слывут Мудрыми Думая Что Уж Где А тут Я скорее Всего Пробегну Провицание Объявив Ораху Вот этот Мудрее Меня А ты Меня Назвал Самым Мудрым Но Когда Я присмотрелся К этому Человеку Называть его По имени Нет никакой Надобности Скажу только Что тот Наблюдая Которого Я составила Такое впечатление Был одним Из государственных Людей То есть Из политиков Опини Так вот Я Когда Побеседовал В Кни Решил Что этот Человек Только Кажется Мудрым И многим Другим Людям И особенно Самому Себе Он на самом Деле Не мудр Потом Я попробовала Показать ему Что он Только Мнит себя Мудрым А на самом И многие Из присутствующих Возненавителями Что Сократ Показывает Что Сократ Делает с ним Да Он Престыживает его И делает это Публично И за это Получает ненависть 22б После государственных Людей Ходил я К поэтам И к трагическим И к дефирамбическим И ко всем прочим Чтобы хоть тут Улечить себя В том Что я Невежественен Их Брал я те Из их творений Которые Как мне казалось Всего тщательно Ими обработаны И спрашивал У них Что именно Они хотели сказать Чтобы кстати Научиться От них Кое-чему Стыдно мне Отвинили Сказать вам правду А сказать Все-таки следует Одним словом Чуть и не все Там присутствующие Лучше могли бы Объяснить Творчество Этих поэтов Чем они сами И последнее Приложение В этом абзаце Ушел я от них Думая Что превосхожу И в тем же Самым Чем и государственных И наконец Третье Наконец Я пошел к тем Что занимается Ручным трудом И осознавал Что сам Попросту говоря Ничего не умею Зато был уверен Что уж Среди них Найду таких Кто знает Много хорошего Тут я не ошибся В самом деле Они умели делать То чего я не умел И в этом были Увремя Но афинь Мне показалось Что их промах Был в том же В чем и у поэтов От того Что они были Хорошими мастерами Каждый из них Считал себя Самым мудрым Также И во всем прочем Даже в самых Важных вопросах И это заблуждение Заслоняло с собой Ту мудрость Какая у них была Достаточно Попытка Отвратить Людей От софистики И повернуть Их к философии Оборачивается В большинстве случаев Ненавистью По отношению К философии Попытка Предотвратить Развращение Оборачивается Ненавистью Со стороны того Кто развращен Теперь мы понимаем Почему Гиппократ Не идет к Сократу А идет к Картагору И теперь мы понимаем Почему Сократ Захочет Гиппократ От этого дела Отвратить И пойдет к Картагору Вместе с ним То есть не просто познакомит их, а познакомит их и навяжется на беседу, мы увидим, как, и публично пристыдит протокол. И уйдет оттуда, естественно, с тем, за кем пришел. То есть он не за Гиппократом туда пришел и не Гиппократу собирается помочь. Тут, да, важный вопрос. Мы знаем, что после этого разговора они вместе идут к протоколу. Важнейший вопрос. Если Сократ уже день знал, что протокол приехал, почему его еще там нет? Ну, вы уже знаете цель. Просто предлог... Потому что Алкивиад еще туда не ходил. Еще там нет Алкивиада, поэтому нет причин для Сократа там присутствовать. Так мы думаем, по крайней мере, сейчас. И таким образом Гиппократ выступает просто предлогом. Но опять же, каким предлогом? Предлогом, отвлекающим внимание товарища от Алкивиада. Если бы Сократ сказал, что я пошел к протоколу в надежде увидеть Алкивиада, снова бы всплыла темно охоты. А так получается, что это... Опять же, помните, что это рассказ сократовский. А значит, Сократ может лгать не краснее, менять любые детали. Может быть, и не было никакого Гиппократа. Тем более, что сам Гиппократ, как вы видите, вообще нерелевантен. Он теряется через 10 минут после того, как они придут к протоколу. Ни слова не скажет. Но он нужен для того, чтобы показать, что философия доступна в приватности, что она более доступна, чем софистика. И, наконец, что она несет кое-какую помощь развращенной молодежи, а именно пытается отвратить молодежь от похода к софистам. То есть, что тебе в этом? Уж не обижает ли тебя чей-нибудь протокол? Отлично! Хороший момент. Итак, ты стучишься ночью ко мне в дом. И я подозреваю, что новость плохая. Ты прибегаешь, говоришь, новость такая, что приехал протокол, и мне надо к нему. И я подозреваю, что новость все еще плохая. А именно, что ты хочешь отомстить. Мужественные люди, а мы только что узнали, и только что Сократ подчеркнул, что Гиппократ как раз-таки мужественный. Мужественные люди становятся такими возбужденными от чего? Что это за обида? Это задевает упросто. От оскорблений, да. Чем-то протокол тебя оскорбил, и поэтому ты хочешь на таких скоростях так быстро, немедленно, прямо сейчас к нему явиться. Как он все заработал? В смысле? А, да, да, да. Он не стал, не стал, да. Он сделал это сам, конечно, конечно. Но? А он в 60-х. Да, и это, собственно, первая улыбка. Что дает нам улыбка? Что такое улыбка? Улыбка – это снисхождение. Ты, дурачок, Сократ, не понял, что я имею в виду. Ты думаешь, что он меня обидел, и я... Нет, на самом деле все хорошо. Мы должны остановиться и подумать. Подумать над улыбкой. Находится ли такой момент, когда Сократ смеется? Не находится, по-вашему. Сократ использует иронию, и это смех. Поэтому эта ирония – это всегда превосходство. Но ирония и смех – разные вещи. Есть ли момент, когда Сократ смеется? Знаем ли мы такой? Прямо вот смеемся в комплайн, который мы понимаем? Да, ха-ха-ха-ха-ха. Да, да. Прямо вот реплики со смехом. Что? Смех получил? Нет, в Платонию, в Платонию, конечно. В Платонии не было. А где он там должен был смеяться? Где он там смеялся? Да, где бы он прям смеялся. Нет, слишком серьезная тема. Хорошо, может быть, он где-то улыбается? Вы не помните? А тут, наверное, нету. Нет? Ну, подумайте. Может быть, вы читали, уже столько читали. Может быть, вы не увидите. Нет, не хотите. А какова могла быть причина его… Сократовского смеха? Да, когда он… Когда его что-то рассмешили и, опять же, здесь не схожи. Хорошо, может ли Сократа что-то рассмешить? Ну, глупость-то вряд ли, наверное. Ну, я столько кругом, что нет. Ну, он кричал, конечно. Да, да, злился, злился. Но, как вам сказать, с Иисусом точно так же. Иисус тоже кричал и злился, но он никогда не смеялся. Делать не? Нет, Сократ все-таки Сократ должен был где-то смеяться. Но вообще отношение смеха и философии должно нам какую-то дать подсказку. Вот. Сократ действительно иногда улыбается. В этом смысле он противоположность Спасителю. Сократ никогда не рыдает. Спаситель рыдает. Вы можете найти Иисуса плачущего. Сократа плачущего не найдете. И наоборот. Вы не найдете Иисуса в смеющемся, но найдете в смеющемся Сократа. Философия действительно может быть выведена из себя каким-то образом. Но это Фидон. Знаете, чему посвящен Фидон? Фидон – это день казни. Сократ улыбается. Но улыбается, потому что он умирает. Они обсуждают возможность существования души без привязки от тела. Забавно, что противоположную точку зрения отстаивают два пифагорейца, которые первые придумали, что душа отделяется от тела. Они говорят, не-не-не, не отделяется, она умирает вместе с телом. И смеются. Они все вместе смеются. То есть, слушайте, два пифагорейца, Пифагор придумал, что душа уходит в мир, переселяется, и так далее. Говорят, нет, душа не существует вне тела. Сократ говорит, ага, и все смеются. Все втвоем. Причем больше никто. Фидон рыдает, естественно. Фидон лежит у кровати и рыдает. Фидона вообще там нет, потому что он весь рыдает. Он заболел, он не смог прийти. Сократ смеется, но это момент смерти. То есть, Сократ отпускает себя, отпускает контроль, потому что он уже мертв. Ему уже не страшно. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. Да, Сократ, клянусь богами, тем, что он сам мудр, а меня мудром не делает. Ну, и что вы видите здесь? Клятва. Первая клятва. Хорошо. Это клятва богами. Не каким-то конкретным богом, а богами вообще. Итак, Гиппократ говорит, что он спешит стать мудрым, что он хочет стать мудрым. Мудрым его сделает, естественно, Протогор. Мудрым его не сделает Сократ. Почему Гиппократ в этом уверен? Судя по всему, они уже долгое время общаются. Видите, он знает, где его думают, знает, что тот знаком с Протогором. С точки зрения молодого человека, мы уже объяснили, почему Сократ не выглядит привлекательным в качестве учителя. Но опять же, Гиппократ хочет мудрости к своему мужеству. И возникает вопрос, делает ли мудрым протокол? Но глянусь, и на клятву Гиппократа Сократ отвечает своей клятвой. Если дать ему денег и уговорить ему, он у тебя сделает мудрость. Да, смотрите внимательно. Первое. Сократ знаком с Протогором? Да. Да, он уже знаком с Протогором. Поэтому Сократ уверен, что он у тебя сделает мудрым. Второе. Если дать ему денег, это нормально, но Сократ прибавляет к этому кое-что. Да, денег недостаточно. Протогор слишком популярный, чтобы можно было его просто купить. Его надо еще уговорить. Это правда или нет? Ну да, надо доказать, что это не стихист. Кто бы терял, он ничего. Сократ говорит, не, 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 смотрите, навязывается ли Сократ или нет? Да, а, меня уговаривал не надо? Не, 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 смотрите, Протогору надо заплатить, чтобы стать его учеником. Сократ говорит, не, не, этого мало, надо еще уговорить. И естественно, что желающий стать мудрым Гиппократ не может уговорить Протогора. Только Сократ может это сделать, знакомый с Протогором Сократ. Соответственно, Сократ сам себя как бы делает необходимым для дальнейшей беседы с Протогором. Спрашиваем, как начинается эта беседа? Сократу Ирина начинает, и он начинает путь юноша. Но Сократ хватается за возможность. Почему? Да, в этот день должен прийти алкерят. И это успех. Он находит прекрасный повод. Да если бы за этим стало дело, сказал Гиппократ, так Зевс и все боги свидетели, ничего бы я не оставил. Смотрите, клянусь богами, Зевсом, Зевсом и богами. Сначала просто... Нет, смотрите, клянусь богами, Сократ говорит, Зевсом, Гиппократ подхватывает, Зевсом и всеми богами, вместе взятыми. То есть Зевс идет отдельно от всех богов. Ничего бы я не оставил, и не друзья. Но из-за этого-то я теперь к тебе и пришел, чтобы ты поговорил с ним обо мне. Да, значит, в этих четырех-пяти строчках больше клятв, чем во всем остальном деле. Почему? Потому что Гиппократ простой юноша. Простой юноша, значит, набожный. Ну, верующий, это через... Да, набожный юноша. И естественно, он не просто набожный, а набожный прямо и все боги, и Зевс, и все боги, и еще раз Зевс, и все остальные вместе взяты. Естественно, конечно. Что еще мы, на что еще мы должны обратить внимание? Да, на то, что Гиппократ готов ни себе ничего оставить, ни друзьям. Вы помните прекрасный момент, кто друзья с точки зрения приличного человека? Друзья – это деньги. Друзья – это деньги. Отсылаю вас, не будем читать уже, отсылаю вас к экономике Синахонта, где Критобулу Сократ учит, то, чем ты владеешь, это то, чем ты умеешь испоряжаться в свою пользу. Умеешь испоряжаться в свою пользу друзьями? Да, значит, ты ими владеешь, они и есть в твоем владении. Друзья – это деньги. Гиппократ верит. Заметьте, что Критобулу это нужно объяснять. Гиппократу не нужно этого объяснять. В чем разница между Критобулом и Критобул богатый? Да, но это не важно. Мы не знаем, может быть, и Критобул не умеет. Богатый, а еще какое свойство у Критобул? Вот, Критобул родовитый, а Критобул крестьянин. Соответственно, того надо учить, а этому уже принято. По крайней мере, эта часть позиции о друзьях. Это не значит, что он хороший экономист отнюдь. Он все деньги готов отдать, еще взять в долг и отдать. Но из-за этого я теперь тебе и пришел. Чтобы Критобул не могла найти. Да, то есть вы, наверное, да, смотрите. Только теперь Гиппократ раскрывает цель своего визита. Столько всего надо было сказать. Сократ вообще не навязывал. Как это? На цель совпадает. Нет, Гиппократ объявляет об этом только после того, как Сократ сказал, надо и уговорить. Смотрите внимательно. Следует ли Гиппократ за Сократом в клятвах? Да. Да. А, все это. Я ведь и моложе, и при том еще никогда не видал Протагора и не слыхал его. Остановитесь. Он хочет учиться у Протагора при том, что он никогда не видел и не слышал Протагора. Возникает вопрос, почему он хочет учиться у Протагора, если никогда не слышал и не видел его? Он слышал и не слышал. И это, да, ну понятно, он его знает, он, конечно, о нем слышал. Он очень популярный и солист. Может, чем-то, значит, благодаря каким-то слухам. То есть популярность, вы хотите сказать? Ну, хорошо, хорошо. Потому что был еще ребенком, когда он в первый раз приезжал сюда. А ведь еще не мужчина был. Ну, был слишком маленьким для того, чтобы видеть и слышать его, конечно. Он и сейчас не мужчина, это все еще юноша. А ведь все Сократы расхвалены для этого человека. Вот, он все поясняет и вы правы. А ведь все Сократы расхвалены, но только вот теперь пришло время поправить текст. Этого мужа Аннера там стоит. Протагор муж, и он обучает мужей, он не обучает людей, и уж тем более не обучает женщин и детей. Я, как будущий муж юноша, помните, как с Сокевиадом, юноша муж, я, как будущий муж, хочу пойти к мужу учиться, потому что его расхваливают. Расхваливают этого человека и говорят, что он величайший мастер речи. Но отчего бы нам не пойти к нему, чтобы застать его шедом? Достаточно. Чему хочет научиться Гиппократ, если Протагор величайший мастер речи? Хочет научиться риторике. Гиппократ отождествляет политическое искусство, которым он собирается научиться с риторикой и ни с чем больше. Но опять же, он делает это, потому что он не слышал Протагора никогда, а только слышал о Протагоре. А Сократ вроде бы не указывает. Сейчас разберемся. Не пойти к нему и не застать нам его еще дома. Он остановился, как я слышал, у Калия, сына Гиппокрика. Сына Гиппокрика. Так идем. Так идем же, да. Значит, во-первых, он зовет Сократа с собой, чтобы тот его познакомил с Протагором и уговорил Протагора принять. Потому что, если Протагор популярен, проблем с учениками у него нет, отбоя от учеников у него нет. И нужно дополнительное усилие памятных денег, чтобы стать учеником Протагора. Это дополнительное усилие, естественно, Гиппократ не может произвести сам. Может произвести знакомый с Протагором Сократ. Следующий шаг. Гиппократ снова хочет как можно быстрее побежать к Протагору. Помните, он говорил, я вернулся с охоты на Роба, мы сели есть, и брат говорит, приехал к Протагору. И я тут же хотел побежать к тебе. Гиппократ с самого начала узнает, что путь к Протагору лежит через Сократа. Я прибежал к тебе, побежали к Протагору. Я напоминаю вам то, о чем напоминает вам Сократ. Все еще ночь. Все еще темно. Об этом будет сказано дальше, прям прямым текстом. Он все еще лежит, сидит в ногах у лежащего на кровати Сократа. Протагор иностранец, у него нет своего дома в Афинах. И не может быть. Он живет в гостях. И угадайте, кто же принял его к себе. Калий, сын гиппоника. Открываем апологию и смотрим про замечательного Калия, сына гиппоника. Интересная вещь. 88-я страница 20. Есть, есть и другой мудрец, приехавший, как я узнал с паруса. Встретился меня как-то человек, который переплатил софистам денег больше, чем все остальные вместе взятые. Калий, сын гиппоника. И я спросил его, а у него двое сыновей. Достаточно. Калий приглашает к себе всех софистов. Там все, видите, они там все. И гиппий, и прозик, и так далее. Потому что калий не нравится. Но сейчас. Потому что калий богат, и может себе их позволить. Калий это особого рода человек. Про него бы сейчас сказали одним словом декадант. Заметьте, дверь в дом калия открывает евнух, невиданная в афинах штука. Афиняне не держат големов, поэтому им не нужны евнухи. Это персидская вещь. Персидская придумка. Но калий копирует персидскую придумку. Калий потратил огромное количество денег не только на софистов, но и всякого рода роскошь. И насколько я помню, закончил то он в бедности и нищете. Потому что все деньги, доставшиеся от отца, промотал на это дело. Калий живет роскошно еще и в том смысле, что он не только общается с сливками, так сказать, софистического или артистического общества, но еще и потому, как он себя ведет. Дома у Калия постоянные, давайте я скажу, мистерии, чтобы никому не было страшно. Раз. Но главное, что мы должны знать, Калий это тот самый зять из Хамаха. Помните из Хамаха? Помните из Хамаха? Нет, нет, решающие, что с зятем из Хамаха не так. Жена из Хамаха, мать жены Калия, имя которой слуги его не называют ксенофонки, стала жить с Калием. Параллельно, естественно, как тот жил с ее дочерью. И более того, она не просто стала жить с Калием, она еще и понесла от Калия. И когда Калий отказался признать ребенка, она еще и в суд подала. Был дичайший скандал. Потому что он совершил фактический инцест. Почему это важно для нас с вами? Развращение? Нет, ну, развращение это понятно. То, что Калия все уже, это хорошо, хорошо, сойдет. Развращение это близко. Но для нас с вами это важно по причине разговора о месте, в который идут Сократ и Гиппократ. Что это за место? Дом Калия, да? Отлично. Откуда Сократ пришел? Мы с этого начали. Из Аида. Почему Дом Калия и царство Аида, подземное царство, это одно и то же? Это одно и то же, потому что Калий тогда должен быть Аидом. Дом Калия, царство Аида. Калий должен быть Аидом. Что объединяет Аида и Калия? Кто знаком замечательный? Инсестуаль и Свети? Нет, ну, Инсестуаль и Деметра, если я не ошибаюсь. Да. Потому что Аид тоже живет своей женой и ее матерью одновременно. Калий как Аид. И то, что происходит в Доме у Калия, происходит как в Аидовом царстве. В чем проблема с царством Аида? Там ходят тени, там полумертвые. Они не живые. Вспомните, пожалуйста, мысликурню Сократа. Ученики все полумертвые, бледные, тощие, еле-еле передвигаются. не выглядят они пышущими здоровьем юношинами. Помните, да? Они уже развращены. Дом Калия это центр разврата во всех смыслах. И что делает Гиппократ? Он выбирает провожатым в центр разврата Сократа с целью развратиться. Еще, еще немножко. То есть, он уже развращен, но, естественно, как развращенный, он хочет еще больше развратиться. Что же отвечает ему Сократ? А я сказала, пойдем, только не сразу, дорогой мой, рано еще. Ага, Сократ ищет причину, по которой не надо везти Гиппократа в это место. Причина номер один. Сейчас не время идти, еще темно. Встанем, выйдем во двор, погуляем и поговорим, пока не рассветет, а тогда и пойдем. Пока не рассветет, все еще темно, отлично. Сократ предлагает Гиппократу разговор. Естественно, разговор это способ отговорить Гиппократа от похода к протоколу. Теперь, нам не важна правда, нам важно, что он говорит это товарищу. Сократ пытается спасти золотую молодежь от развращения софистами. Прямым, прямым, прямым текстом. Философ пытается спасти лучших представителей города от развращения софистами. Поэтому софист это плохо, а философ это приемлемо. конечно. Он же, когда идет собственно протокол, то все это еще с вами цель. Конечно. Смотрите, тут много уровней. Как было на самом деле? Сократ сказал, пойдем, мы пошли. И они пришли туда. И Гиппократ там растворился навсегда. Как надо выставить это товарищу? Всеми силами отговаривал, но он меня утянул, и я пошел с ним, чтобы защитить его. Чувствуете, посыл товарищу, посыл нам с вами. Если бы это не был нарративный диалог, а был бы перформативный, у меня не было бы возможности так выкрутиться, а тут пожалуйста. То есть столкновение с софистами потребует жертв. Возникает вопрос, можно ли принести в жертву Гиппократа. Возникает ответ, у нас есть цель, у Сократа есть цель, и эта цель стоит явно выше, чем Гиппократ. Пылкий и мужественный это как раз те, кто идут в первых рядах на войну. Пылкий и мужественный это как раз те, кто первые вложатся в братскую могилу. Гиппократ пылкий и мужественный. Может двинуться вместе с Сократом в протокол. Протокол большей частью проводит время дома, так что не бойся, он скорее всего его застанет. Гиппократ где провел эту ночь? Вне дома. Настоящие юноши ночью проводят вне дома и дни они проводят вне дома. Настоящие граждане проводят дни на горе, проводят дни на рыночной площади, они проводят их вне дома. Угадайте, кто проводит все время дома? Сократ и протокол. Теперь объедините, чем они занимаются в этих домашних стенах? Ну, нет, мы по-другому это называем, а? Болтают. Да, да, да. А теперь внимание, ну, такое, как бы, мягкое внимание. Кого обычно считают сидящими дома и постоянно болтающими? Протокол и Сократ, а уж тем более Сократ, максимально близки к женщинам. Протокол ближе к Гиппократу, потому что он мужественный. Сократ даже не это. И доказательство, протокол не болтает ночью. Протокол не болтает после того, как разговор заканчивается. Сократ болтовня с Гиппократом, болтовня с Протоколом, болтовня с Алкивиадом после болтовни с Протоколом, болтовня с другом, а болтовня с Гиппократом и Протоколом после болтовни с Алкивиадом. Мы начинаем глубокой ночью, ну, ранним утром, да, и заканчиваем глубокой ночью, ранним утром. Что делает Сократ в эти сутки? Ничего, кроме болтовни. И опять же, болтовня у себя дома, болтовня дома у Протокола, болтовня с Алкивиадом, рядом, где-то мы не знаем где, и, видимо, болтовня где-то с товарищем. С этими словами мы поднялись и стали прохаживаться по двору. Чтобы испытать выдержку Гиппократа, я, посмотрев на его пристально, спросила, скажи мне, Гиппократ, вот ты теперь собираешься идти к протокону? Ну, то есть, смотрите, Сократ четко заявляет товарищу, для чего он это сделал. Чтобы испытать намерение Гиппократа. Настрой или решительность Гиппократа лучше, не выдержку, а решительность Гиппократа, конечно. Сократ попытается Гиппократа «отговорить» в кавычках. Я думаю, на этом мы можем остановиться. Есть у вас вопросы? Может быть, какие-то замечания, реплики, что-то еще вы хотели бы обсудить? Ну, хорошо, тогда на этом все.